Сейчас в Барнауле лежачие полицейские интеллектом не блещут, просто лежат. Но свою функцию исправно выполняют, машины перед ними затормаживают. А это умные лежачие полицейские, они оснащены комплексом видеокамеры датчиков. И если водитель не нарушает скоростной режим, то барьер не поднимается. Но безопасно ли устанавливать такое в Барнауле? Ты можешь превысить каким-то образом скорость, и вот ты едешь по ровной дороге, и тут перед тобой, как черт из табакерки, выскакивает этот полицейский. Это, ну, А, например, это резкое торможение зимой, которое к заносу может привести. Б, это удар по подвеске очень сильный, который тоже машину может с траектории сбить. Другой аспект – цена. Обычный лежачий полицейский стоит не больше 15 тысяч рублей. А новые барьеры обойдутся в 100 раз дороже, уверен кандидат технических наук Сергей Павлов. Это подразумевает достаточно серьезные инженерные работы, прокладывание питания к этим датчикам, детекторы, которые бы измеряли скорость, а также серьезные инженерные работы. Дорогое и умное устройство, по мнению специалистов, будет беречь подвеску автомобилей и экологию. Благодаря тому, что отпадет необходимость в торможении, выброс вредных веществ в атмосферу уменьшится. Барнаульские водители в основе своей идеи появления умных дорожных неровностей поддерживают. Но особого восторга по этому поводу не испытывают. Как относитесь к инициативе? Хотят установить к 21 году умные лежачие полицейские, которые не будут подниматься, если не нарушается скоростной режим? В принципе, положительно. Интересно было бы. По идее, должно быть намного лучше, если как раз-таки соблюдать этот скоростной режим. В некоторых местах города до сих пор встречаются очень грубные, обрубленные какие-то, некорректно уложенные куски асфальта, можно так назвать. Пока экспертная комиссия на федеральном уровне определяет оптимальное расстояние между камерой и барьером, с задачей замедлять машины на дорогах Барнаула отлично справляется и неумный лежачий полицейский. Дарья Эдемиллер, Илья Халяпин. День с толком.